И всем привет, друзья! Я Эверлайт, и сегодня я покажу новую бету версии Микрафта Badric Edition 1.21.40.20, а также две релизные версии 1.21.22.01, а также 1.21.23.01. Но в релизных версиях не так уж и много изменений, там прям чуть-чуть, поэтому в основном я покажу вам бета-версию. Что ж, ну и подробнее про данные все версии можно узнать на официальном сайте Москрафт по ссылке из описания. Это канал Москрафт, я Эверлайт, и по канале расскажу подробнее. Ну и давайте начнем с релизных версий Микрафта. Первая версия это будет 1.21.22.01. Здесь всего три изменения. Первое это то, что улучшены вылеты во время игры, улучшена загрузка дополнений из рынка, а также пользовательские блоки больше не выворачиваются на 180 градусов в интерфейсе. А теперь что касаемо версии 1.21.23.01, также релизной. Здесь всего одно изменение, и это исправлены некоторые вылеты во время игры. Все, теперь давайте перейдем к бета-версии. Здесь изменений намного больше. Первое это то, что взаимодействие с кроватью устанавливает точку возрождения независимо от наличия врагов поблизости. Улей и пчелиных гнездок больше нельзя использовать в качестве топлива. Добавлено сообщение, когда шаблон с рынком недоступен на определенной платформе. Размещение какого-бого воспроизводит звук. Гриб с порами на всех сторонах удален из инвентаря творческого режима. А также изменено сообщение гибели игрока от шипов стража. Также здесь есть немало исправленных ошибок. Первое это то, что лианы, размещенные командами, видны. Заряд ветра больше нельзя ударить и перенаправить после броска. Скорость игрока больше не теряется при ударе о край с генерированным миром. Белыми весь сбрасывает приготовленную тропическую рыбу при гибели от огня и лавы. Волки, кошки и попугаи, догоняющие хозяина, легко возобновляют навигацию после телепортации к нему. Волки, атакующие врагов, возрождаются к хозяину, если он отходит далеко. А также некоторые другие изменения, которые вы просто можете посмотреть у себя на экране. Блин, пошел дождь, вернее, интересно. Я думаю, вам понравились данные релизные и бета-версии, потому что они были не такие большие, но зато прикольные. И скачать их можно будет по официальной ссылке из описания. Что ж, ставьте лайкосы, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok